Почему на святые праздники нельзя убирать, резать, шить и так далее? Плохо это или хорошо на самом деле? Спасибо за ответ. Когда у человека праздник, то есть такие дни. Это дни, когда у человека хорошее настроение или хорошая эмоция может вызвать у человека яркое событие в жизни. Такие дни это как бы око, которое открывает человеку возможности, изменяя жизнь. Это может произойти на протяжении одного дня во время этого праздника. И в этот день в случае, если порезаться, если какую-то рутинную работу выполнять, очень стараться. Вот смотрите, человека, допустим мужчин. Вот я помню советское время, и первые мои отношения были, и я жил с девушкой, и ее мама постоянно, каждую субботу и воскресенье, когда все должны были дома отдыхать, она начинала выбивать паласы там какие-то, ковры. Обязательно надо было целый день ей что-то пылесосить. Вот она целый день что-то готовила, стирала, убирала, поливала на улице, сопала. И нас всех заставляло это делать. И все ждали с ужасом, когда наступит эта суббота и воскресенье. То же самое было на празднике. То есть когда хотела всем полежать, я могу сказать, что они не стали богатыми, хотя ее муж занимал очень высокую должность. Так он и не продвинулся, умер потом от инсульта. Бизнес у них не получался. Дочь так и не смогла хорошо жениться, замуж выйти и так далее. Я могу сказать, что праздник, он связан с тем, чтобы накормить, чтобы обниматься, чтобы песни петь или танцевать, чтобы полежать там. Или, я не знаю, найти чувство радости. В этот момент не нужно. Начнете резать, порежетесь. Начнете шить, уколетесь. В случае, если вам это приносит радость колоссальную, тогда можно. В случае, если это рутина и она вас заставляет страдать, то в празднике это не делайте. Вот мой ответ такой. В случае, если есть праздники и нельзя этого делать, то старайтесь как можно сильнее в этот момент радоваться. Будете радоваться, жизнь изменится именно в этот праздник и проявятся самые великолепные и потрясающие события. Они запрограммируются и в дальнейшем проявятся в вашей жизни так, как вам захочется. Лучше поближе близким будьте.